Итак, сегодня у нас интересная тема, которая звучит глобально, потому что тема касается омоложения человечества и омоложения вообще процесса. И этот процесс, он, конечно, связан с очень сложной цепочкой устройства человека. И человечество, особенно женщины, мечтают об этом, чтобы старение наступало как можно позже. И многие добивались этого и выглядят в пожилом возрасте просто великолепно. Такие люди есть и часто их спрашивают, в чём же секрет того, что они выглядят хорошо и чувствуют себя хорошо. И они имеют свои методы того, как сложилась их жизнь, что они делали для того, чтобы достигнуть такого результата. Это очень часто связано в большинстве случаев с образом жизни, с образом мышления и среды, в которой находились люди. Одно из исследований в Италии было 140 с лишним лет было людям, о которых показывали, о которых рассказывали. Но мы знаем, что есть люди, которые дольше живут. Такие народности есть там в Китае, есть там в Японии. Такие уникальные места, где какая-то уникальная вода. Там люди вообще не стареют и живут просто сотни лет. Тоже такой феномен есть. Но это обычные люди, которые живут в обычных местах в Италии. И мне понравилось то, что объединяло общее этих всех людей, которые прожили свыше 140 лет. При этом они не выглядели ужасно. Они выглядели обычно, как пожилые люди. При этом они ходили, двигались, разговаривали, смеялись. То есть абсолютно были адекватными, что мне тоже понравилось. И главное, они сказали что? Они сказали о том, что очень важно, какая семья, что очень дружные, хорошие, большие семьи. Их все показывали за столом, где праправнуки, правнуки, внуки, дети. И все обнимают этих бабушек там и дедушек, любят их. То есть дальше они сказали климат. То есть все живут в тёмлом климате, где рядом море. И следующее они сказали, что это позитивное мышление. Когда их всех спрашивали, как жизнь, они говорили, великолепно. 140 с лишним лет. Вот мне понравились эти три составляющие. И, пожалуй, эти три составляющие почти есть у меня. То есть у меня прекрасная семья. Я позитивист такой, патологический буквально. Чтобы не было, мне всегда говорят, Касько, а для тебя вообще есть что-нибудь плохое? Я ей говорю, нет. Вот так вот ухитрилась я мыслить. И вдобавок ещё купила квартиру в Гильдзике на берегу Чёрного моря. Действительно климат моря, там ещё сосновое всё абсолютно побережье. В пихтах, соснах, в елях, то есть в войной такой. И ещё воздух вот этот морской. Вообще в Гильдзике говорят уникальная бухта. Один врач израильский, он изучал содержимое бухт всего мира. Всего мира бухт именно. И он говорит, что Гильдзикская бухта обладает уникальным качеством с середины августа до конца сентября. Что там в это время какие-то бактерии в море, которые способствуют тому, что человек не будет, если он в это время был там и купался, что он не будет болеть и омоложение способствует. Он говорит, что это просто уникальное. Нигде в мире такое нет. Вот мне повезло, я там купаюсь. Но дело не в этом. До Гильдзика, до всего остального и позитивное мышление у меня было, и хорошая семья была. Но, тем не менее, старение, болезни они одолевали. То есть я чувствовала себя гораздо лучше всех людей. Но биологическое старение встроено в структуру нашего гена. Говорят, что это такой, когда нас изобрели, как людей, еще до сих пор это тайна вообще, как мы появились, вот, может быть, это генная инженерия определенная, что в нас заложен вот этот механизм, вот этот старение. Он был наложен на определенном этапе развития человечества, потому что жили мы долго, мы жили сотни лет, вот, и разного размера были гиганты и меньше. Но вот сейчас вот такова реальность. И вот я поставила такую цель в молодости, прочитав одну книгу, что женщина в России, прожив страшно тяжелую жизнь, она была старовером во времена Наполеона, когда Наполеон захватил Москву, она со своими староверами, родственниками, встречала Наполеона хлебом и солью. Она несла как раз Наполеону хлеб и соль. Вот, затем, когда Наполеона отогнали из России, что всегда бывает, кто на Россию нападает, так вот, получается, что их все, весь вот этот род староверов их выселили в Сибирь, очень тяжелые условия, они там выживали. И дальше в этой книге описывается ее жизнь, она ее рассказывает. Она написала письмо Сталину о том, что она поздравляет его с победой Второй мировой войны и рассказывает вот эту историю, что она встречала хлебом и солью Наполеона со своими родственниками. И он послал корреспондента к ней в деревню, в Сибирь. И когда он приехал, с печи вскочила старушечка лет 70, задула самоварчик, накрыла на стол и рассказала корреспонденту, вот он жил там какое-то время, всю свою жизнь, всю свою историю. А я вообще люблю читать книги только о людях, которые жили на земле. Я не люблю ни фантастику, вообще ничего, ни детективы терпеть не могу, вообще все это мне безразлично. А вот о людях, которые жили, которые достигли чего-то, знаменитых писателей, ученых, вот такой женщины, которая прожила 140 лет обычной жизнью, живя очень тяжелой, непростой. Там есть и книгу, и прочитать это вообще ад. Вот, тем не менее, она прожила вот такое столько лет. И тогда у меня появилась мысль, что я, в Бога я не верила еще тогда. У меня появилась мысль, мне было 27 лет, а почему не прожить и мне столько времени? Если она при такой тяжелой жизни, я при такой прекрасной жизни, я родилась уже в квартире со всеми удобствами, у меня отец был военный, большого звания. Вот, то есть как бы, а почему бы мне не прожить? И видно, когда мы закладываем мысль в форму, вселенная тут же начинает выполнять наши желания. Поверьте мне, как психологу, человеку, прожившему уже 72 с лишним года, в моей жизни это просто наблюдается. Это вот как само собой разумеющееся, что если человек ставит цель, мечту какую-то забрасывает, не особенно к ней привязываясь, забросил, так ему захотелось, то весь тонкий мир, те, кто нам служит, а нам служит очень много существ в этом мире, в том числе и наши ангелы-хранители, они кидаются буквально выполнять нашу мечту, наша воля-закон. И микросферы, результат их, это и есть вершина того, что меня, мои ангелы, мои учителя на тонком уровне, они привели меня к этому. Началось, правда, с другого. Началось с рейки. Потом у меня были даосские практики. Я всем этим занималась, потому что реально те, кто этим занимался, прерывали долго рейкисты, те, кто занимался даосскими практиками, они всё, и йоги сотни лет жили. И я тогда не связывала это с этой книгой. Мне казалось, что я просто увлекаюсь. Случайно в книги попало, что вот о даоссах читаю, а они жили вот столько. Я нашла, где эта практика и начала посещать, изучать это. А дальше очень интересная история. Я преподавала черчение, я закончила худграф, первое моё образование. Я учитель рисования, черчения и труда. А потом аспирантурой, я увлеклась психологией. И вот когда я уже училась в МГУ, чтобы стать психологом, там было практическое занятие. Ну, там же много практики, тренингов и так далее. И одно было совершенно потрясающее. И выбрали именно меня. Я вам сейчас расскажу, в чём это состояло. Зашла Петровская, у нас такой профессор, необыкновенно знаменитый есть. Она говорит, Итак, мы сейчас выберем троих людей. У нас сегодня тренинг будет интересный. Будет проводиться конференция. Трое, кто выйдут за дверь, это долгожители, люди, которые прожили много лет. А мы с вами аудитория, которая интересуется этой проблемой. Почему они прожили так долго? И дальше она берёт из двадцати с лишним человек в аудитории, показывает на меня и ещё на двух. И мы выходим за дверь. А я уже цель эту поставила. Вот. И я была потрясена, что выбрали именно меня из всей аудитории отвечать на этот вопрос. Я тогда вспомнила свою эту мечту и думаю, как интересно. И я что-то должна говорить. Я не помню, что я говорила, потому что я что-то, наверное, о даосах, о йогах, наверное, что-то об образе жизни говорила. Сейчас не помню. Главное, я помню, что меня выбрали. Что рассказывать об этом. И дальше моя жизнь складывается тем, что я как психолог ищу способы, как мне улучшить своё состояние, потому что нам, читая лекции, сказали, психолог должен быть как чистый родник. Если он не чистый родник, ему нечем помочь другому человеку. Значит, оказалось, очень важно, в каком состоянии, какая жизнь у психолога, когда вы к нему обращаетесь. Если он гармонично живёт в этой жизни, всё здоров, то стоит к нему прийти, потому что помимо того, что с вами работают, по методикам определённым, мы однозначно помогают, с вами ещё и обмениваются полем. То есть мы с вами такие светящиеся существа. У нас есть информационные, ликормагнитные, различные поля. Эти поля, эфирные, астральные, они должны быть в гармонии. И тогда вы наиболее эффективный помощник другому человеку. И поэтому, конечно, я занималась практиками, и рейки себе давала, и другим, и это мне очень помогало. Очень помогало. Но я чувствовала себя прекрасно, у меня ничего не болело, но я старела. И внутри организм старел, чего я не замечала. Я заметила это потом, когда рухнуло, когда у меня желудочное кровотечение началось. И когда мне сделали томограмму, оказалось, что у меня очень много чего проблемного внутри. А я вообще этого не чувствовала. Так вот, микросферы – удивительное средство, которое способствует остановке старения и омоложения. Это то, чем занимались во все века алхимики, занимались все эзотерики, занимались все практики, всех конфессий религиозных. Они занимались секретом сохранения души и тела. И самое, что меня удивляло, что люди, которые посвящают свою жизнь религии, очень больны и очень от тяжелых заболеваний умирают. Это как-то не соответствовало моему представлению о том, потому что я стремилась к этому духовному развитию. И вдруг вот как бы я встречаюсь с такой картиной, оказывается, недостаточно только быть религиозным и практиковать глубоко это. То же самое и йоги есть, которые умирают от тяжелых заболеваний. Есть вегетарианцы, которые умирают очень рано от тяжелых заболеваний. Есть там даосы, которые тоже самое. Я встретила одного работника разведки, у меня есть видео, он об этом рассказывает. Он учился, значит, ну, разведчиком быть. И его послали, его еще троих, учиться в монастырии в Китае. И там они проходили всю на полном серьезе практику даосскую на высоком уровне. И были такие испытания, например, они абсолютный мороз, вообще холодрыга. Они в одежде легкой должны стоять в столбе несколько часов и выжить. или, предположим, их колоколом накрывают, по которому там бьют. Ну, в общем, там смертельные такие люки. Трое из этих ребят умерли в китайских монастырях, не выдержав вот таких духовных испытаний. Остался он один. Вот он потом преподавал, в общем, всю жизнь. Ну, в общем, очень серьезный человек, очень интересный. Но вы знаете, от чего он умер? Я с ним как раз встречалась, когда он этим заболел, пытаясь ему объяснить, что такое микросфера, и что это может его спасти. Но он так и не поверен мне. От рака желудка. А микросферму он не поверен. И вот очень интересный факт, что я наблюдаю, происходит кто взаимодействует с микросферами правильно. сейчас я могу об этом говорить, и очень рада, что могу об этом говорить, потому что у меня набрался очень большой опыт взаимодействия с людьми, которые пользуются микросферами. При этом я вздрагиваю и очень не люблю, когда мне люди рассказывают, такое слово употребляют, прикладываю микросферы, мне сразу становится плохо. Потому что я понимаю, что этот человек 3-5 лет, можно сказать, не пользовался микросферами. Как понимают большинство людей, а мы устроены так, что мы 2% всего с вами информации. Мы понимаем микросферы как помощь при болевом ощущении, при каких-то проблемах. Мы прикладываем, нам становится легче, и мы откладываем это изделие. Или ночью у нас там это лежит рядом. Они говорят, я универсальную повязку подкладываю под спину и на ней сплю. Или там подкладываю под... на это сижу на ней. Я говорю, а что еще? Мы же ничего. Я говорю, ну, а шапка у вас есть, что делать? Ну, вот когда голова заболит, я надену, голова пройдет, и все. Вот. Ну, и так далее. Вот. Мне так становится обидно до слез. Потому что я пытаюсь, объясняю об этом. Почему у моего мужа у меня остановилось старение у совершенно разных людей? Это, кстати, очень важный факт. У нас разный уровень образования, разный уровень генетического происходящего. Мой муж на четверть татарин, у него бабушка была татарка, остальные там казаки, русские казаки и татарки. А вот я там, у меня кровь там славянская, польская, там украинская. Такая вот я смесь. Вот. Образование разный уровень. Я постоянно учусь и совершенствуюсь в этом плане. И в духовном плане я в Бога поверила. Мой муж ярый атеист, совершенно не любит учиться, закончил школу, мореходку, плавал и больше вообще не учился и не учится. Говорит, терпеть этого не могу. Так вот, мы совершенно два разных человека. просто, и он более меня, потому что он дома, уже когда в микросферы попали, он уже был пенсионер. И он ими пользовался просто, тотально. Смотрит телевизор, на них лежит, спит на них, там, ест может положить, там, на живот, шапку одеть, телевизор смотреть. Просто тотально. А я из-за своей занятости только ночью. И то одной подушкой, потом уже. Так вот, самый сильный эффект был очищение организма, остановки старения и обложение у моего мужа. Потому что он тотально пользовался микросферами. Почему он это делал? У него очень сильная интуиция. У меня нет. Я развивала эмпатию и интуицию. Мы такие, знаете, я логически интуитивный тип, Дон Кихот. Вот. То есть у меня, прежде всего, логика, а потом уже. А у моего мужа сенсорно такой интуитивный тип. Так вот, он чувствует очень здорово людей, мир. Он никогда не будет контактировать с человеком плохим. Он сразу говорит, это плохой человек, он принесёт несчастье. Как он это знает, я не знаю. Но он это говорит с первого взгляда, когда увидит человека. Он предчувствует события. Он видит органы. Он говорит, этот человек болит. Никогда этим не пользуется. Просто видит и всё. Он говорит, я вижу, а вы не видите? Ну, ладно. То есть вот таким вот образом он интуитивный. И вот его вот эта интуиция, когда я принесла подушку, и он орал на меня, он взял её. И он ей начал пользоваться. И он мне начал приносить вот эти потрясающие результаты. Почему он ей начал пользоваться? Потому что у него сверхчувствительность, если я не очень чувствительна к боли, он сверхчувствительный, просто боли, он трус. Он говорит, я трус. Если меня будут пытать, я предам всё. Вот это как раз люди с повышенной вот такой чувствительностью. Так вот, он сразу почувствовал. Он почувствовал идеальный сон. он просыпался в другом настроении. Он почувствовал обезболивание ног, вены у него болели ночью. Он почувствовал простату, сразу улучшение с простоты. С первых просто минут пользования он вцепился в это изделие и начал его тискать, таскать везде вообще не расставая с ним. Я же нет, я же себя хорошо чувствовала. Вот у меня была подушка, но она была только в Москве. Когда я приезжала в Орёл, я не спала на ней, в Москве я там спала на ней, в командировках не спала, а я в основном разъезжала. То есть время от времени, вот как все другие люди, я прикладывала. Не прикладывать я начала после рака. Так вот микросферы, они что делают? Тем, кто прикладывает, как я, они делают очищение организма. Для вашего остановки старения и омоложения в первую очередь нужно очистить организм. Те, кто это знают, ездят в специальные клиники, где им делают клизмы, чистят печень, голодание, специальное питание, очень сдержанное и так далее, для того, чтобы организм вышел на другой режим. И те, кто это делает, ездят в такие клиники, они дольше сохраняются, дольше выглядят хорошо. Так вот, микросферы очищают организм. Очищают без клизм, без чистки печени, без питья разжижающих кровь. Они все процессы, все, начиная с клетки, заканчивая иммунитетом, там, кровь, лимфа, содержимое кишечника, мочевыводящих путей, полового системы, они медленно и спокойно включают в режим очищения сначала через обострение, а потом трансформации. Мы сейчас находимся в процессе трансформации клетки из углеродистой в кристаллическую, затем кремниевая и световая природа. То есть наши человеческие предки когда-то не умирали, они муж-женой ложились и уходили в свет, оставляя одежду и украшения на кровати. Могил не было. И такого типа люди, кстати, не ходили в туалет, у нас не было отхожих мест, потому что питались праной. Что такое прана? Это одна англичанка написала, получилось так, из тонкого мира ее как бы вели, это было, она написала книгу в 68 году еще. Она говорит, что она обычный человек, просто вот она перестала то есть, то есть, потом она вообще пить перестала, то есть она жила, продолжала жить, а потом она вышла на такой уровень клетки состояния, что вступила в контакт с ноу-сферой и ей начали диктовать книгу. рассказывать, что же с ней произошло, какие процессы, и что человечество ждет этот процесс еще в 68 году уже. Я думаю, до этого такие люди были. Просто вот она написала книгу, ей было такое задание. И в этой книге она говорит о том, что человек, живой человек устроен таким образом, что наша клетка, она имеет разность потенциалов. И когда разность потенциалов правильная в клетке, между содержимым и мембраной клетки, то тогда клетка из воздуха, вот этого прана, что мы называем, она всего полуна, берет все, все витамины, микроэлементы, энергетику, все необходимое для жизни в органическом теле. все необходимое. Но когда человек нарушает определенные, а мы как раз и углублялись человечество все больше и больше век Кали-Юги, как бы нарушение законов живого человека, по мере погружения нравственно плохие контексты, тьму, питание, сексуальная сфера, то есть мы знаем с вами века, где там правители устраивали оргии, да, где обжирались, лёжа ели, там у них вот эти столы все, там и так далее, там секс был самый извращенный, какой только может, с убийствами во время секса, ну в общем, различные спортивные такие, то есть человечество постепенно погружалось в тьму и естественно потенциал нашей клетки, он исчезал правильный и чем он менее правильный, тем человек меньше жил, больше болел и появилось все больше заболеваний, а потом человек искал, как же вылечится, потеряв самую главную основу, почему мы живём, потому что мы свет, мы должны светиться и свет нас и кормит, просто воздух, и микросферы обладают вот этим качеством уникальным, тем, что они подарены из космоса человечеством, так же, как эта книга написана этой англичанкой, они подарены для подготовки к веку света, 21 век. Мы знаем с вами о том, что у нас вселенная вывернулась, да, и вместо чёрной дыры пульсар светящийся, клетка наша вывернулась и засветилась, то есть мы как раз вот, слава Богу, находимся в таком прекрасном веке, и микросферы это самый главный помощник человеку светящемуся. И омоложение и остановка старения это как само собой разумеющийся фактор, когда мы помогаем телу освободиться, очиститься, самое главное от шлаков, тяжёлых металлов, тем, что зажжены не только мы, а зажжены наши родители, наши предки, это же долго длилось, этот век калийоги. Он уже нам подарил и нашим уже детям уже очень несовершенные тела, тела, которые отравлены, поэтому у нас дети болеют раком, инсульт прямо при рождении умирают, патологии очень много, потому что мы из ямы только начинаем выбираться. Так вот, микросфера такой тихий, скромный помощник, ну подумаешь, шарики стеклянные, меня Ирена попросила как бы показать, но я, к сожалению, дома нахожусь, и здесь дома у меня пузырька этого нет. Я бы вам с удовольствием показала, но покажу полевые шпаты, потому что микросферы, они из полевых шпатов делаются. Вот я сейчас буду демонстрацию экрана включать. Так. 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 Вы видите картинки? Да, видим. Да. хорошо. Итак, вот это полевые шпаты. Полевые шпаты, которые, из которых льется стекло, но полевых шпатов свыше 20 видов. Вот здесь, здесь у меня такая формула, я вам сейчас покажу, какие наши шпаты. натриево-боро-силикатные, вот натрий-калий, видите, полевые шкаты. И есть очень другие полевые шпаты, у нас натриево-боро-силикатные шваты, то есть кремний, кварц находится, силициум, да, вот кварц, натрий, калий. калий. Так вот, вот такие, именно из таких полевых шпатов льется стекло для наших микросфер. Затем вот вид их, сейчас я вам покажу, вид их, вот такой, они как бы такие, это разные полевые шпаты, не именно натриево-боро-силикатные, а натриево-боро-силикатные выглядит вот так, как вот этот беленький, видите, совершенно беленький, такой почти прозрачный кусочек. Вот это натриево-боро-силикатные, значит, полевой шпат. И поэтому микросферы белоснежные, белоснежные. Шарики получаются пустые внутри, у них внутри пустота. в шариках. И если сейчас мы напишем, например, микросферы, так, фото микросферы, вот мы сейчас увидим эти микросферы. Вот они картинки. Вот микросферы, они самые различные. Вот это микросферы одного диаметра. Они используются там для своих целей. Вот микросферы, да, это одного, а вот наши микросферы, то есть микросферы разного диаметра. диаметра. Вот они так выглядят, вот такого они размера, когда они рассыпаны. Да? вот еще фото наших микросфер, вот фото наших микросфер. Они необыкновенно красивые, вот, необыкновенно красивые. Я, когда их увидела вживую, я еще больше в них влюбилась. Я влюбилась в них кинестетически, что они как псевдожидкость, но когда я их увидела, я как арт-терапевт, вот, посмотрите, какие они разные бывают, видите? Вот это более крупные, а вот самый верхний пузырек, это самые мелкие, вот наши такие, от 20 до 200, их невозможно прощупать, они просто мельчайшие, от 20 до 200 микрон, вот, каждая микросфера используется в своих целях, вот, и так далее. Вот я вам показала микросферы, чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело. Вот здесь вот микросферы, например, на руке, да, вот, итак, разнообразие их просто огромное, вы видите, вы можете зайти в интернет и очень много интересного прочитать о микросферах. Итак, теперь мы вернемся к нашему экрану. Так, секунду. Так, остановить. Так, что-то я выйти, как не вижу. демонстрации, нет, демонстрации не надо. Мы сейчас выключим демонстрацию. Так, здесь нужно нажать что-то. Нет, не здесь. Так, что-то я запуталась, где нажать. Так, ну ладно, пусть будут микросферы, не особенно важно. Значит, может быть, даже это и хорошо, что-то мы в микросферах видим. Итак, таким образом мы посмотрим на микросферы и как арт-терапевт, что я хочу самое главное вам сказать о микросферах, что они белого цвета. Почему это важно? диагностика, которую я время от времени делаю, удивительным образом она демонстрирует, что открывается верхний центр, то есть открывается верхняя чакра, просто в первую очередь, прежде всего. А эта чакра у нас как раз белый, ну там фиолетовый, там цвет, белый цвет. и белый цвет, он собственно нейтрален и в нем есть все цвета. Поэтому когда ваше излучение, а у нас с вами бывает, что доминирует, например, доминирует какой-то цвет в нашей ауре, то микросферы как бы это улавливают, усиливают и гармонизируют. И в первую очередь они помогают нам открыть вот этот центр, что очень важно, потому что внутри находится шишковидная железа, которая должна загореться. И вот теперь мы возвращаемся к теме именно омоложения. Что же важно при омоложении? Когда например косметологи с нами работают, они увлажняют нам кожу, да, массажем увлажняют маслами нашу кожу. Мы делаем ванны, мы ходим в бане. Что мы делаем? Мы изо всех сил стараемся увлажнить кожу. Мы на кожу одеваем всякие огурчики, всякие клубнички, микроэлементы и увлажнение нашей кожи. Что же делают микросферы? Когда вы лежите на микросферах, шишковидная железа, она нуждается в квантах света. Микросферы отражают ваш свет, мы с вами огонь, мы с вами огненные существа, мы горим с вами буквально духовным огнем. Этот огонь отражается в микросфере, возвращается, и вы лежите в костре, буквально в костре духовного огня. Это великолепно, то, что нужно шишковидной железе. Шишковидная железа загорается, она получает достаточно квантов света для того, чтобы включился механизм, мозг начинает включать механизм выделения гормонов и особенно вазопрессина. А вазопрессин отвечает за влажность клетки. Но не только лица, которые мы омолаживаем, а за влажность каждой клетки, из которых состоит весь наш организм. Каждой клетки. В первую очередь начинает омолаживаться мозг клетки наших мозговых извилин, наших сосудов, которые кровоснабжением занимаются нашего мозга, состава нашего глаза, состава нашего уха, аппарата, нашего горла. То есть у нас начинает омолаживаться мозг. Это не шутка, потому что когда я делала томограмму мозга, врач ахнул, сказав, что у меня мозг будто я только родилась. И именно она мне сказала о том, что у меня мозг пухлый, занимает всю черепную коробку. Этого не бывает у людей, даже у детей. То есть с рождения у нас начинает сохнуть мозг. Такой мозг только у родившегося человека. У меня же поспавший полгода на подушке был мозг как у новорожденной. Дальше что происходит? Следующий этап. Вы понимаете, как это важно? Влажность клетки. Но учтите, влажность и омоложение начинает происходить внутри. три. Вот это очень важный факт, который вы должны заметить. На внешность повлияет спустя десять и более лет. Но готовься и долго. Вы скажете, о боже, мне уже шестьдесят. Мне тоже было шестьдесят. Понимаете? И в семьдесять чем-то я пожинаю плоды. Есть женщины, которым восемьдесят с лишним, которым через три недели пользования очками отменили операцию на глаукому. Глаукома исчезла. Есть женщина, которой семьдесят с лишним лет ослепла полностью инвалид, которая после применения микросфер видит сегодня. Значит, запомните, омоложение начинается внутри. Но не только потому, что загорается шишковидная железа в изопресин. Дальше начинает восстанавливаться полностью щитовидная железа. Она играет огромную роль. Она прежде всего пострадала, когда у нас был Чернобыль, когда в Японии взорвали американцы эти атомные бомбардировка была. Прежде всего у всех людей страдала щитовидная железа. У нас население в России почти все поражено этим. Ну, вот это европейская часть. Так вот, что я должна сказать? У меня полностью все прошло, восстановилось. Затем идет следующее расправление и восстановление вилочковой железы. А вилочковая железа вот здесь находится. А она это вообще ресурс нашей жизни. Это шагреневая кожа. Для чего нужна работа, расправление, восстановление вилочковой железы. Потому что она напрямую связана с костным мозгом вдоль всего позвоночника. Вот костный мозг, он полностью становится новорожденным. А костный мозг связан с кровью. Если костный мозг у нас работает великолепно, вилочковые, шишковидные и так далее, то у нас кровь начинает выполнять идеально свою функцию. То есть кровь макрофаги, это, например, Мулдашев изобрел макрофаги, он делает это из умерших людей, он делает из кожи пятки умерших людей. Я вам так скажу, я прочитала потрясающую статью, и он говорит, что там еще он два места назвал, где это есть, а я прочитала статью о копчике, что в копчике есть вечно живущая клетка. Она живет вечно, ее находили скелеты до разных веков людей, и вот в копчике вот эту живую клетку везде находили, вечно живущую клетку. Они пытались ее заморозить вот этим, ну, как бы есть вот этот, ну, раствор, которым мороз вот этот, минусовая температура. Они пытались ее в печах 600 и более градусов, этот копчик, уничтожить эту клетку. Они обливали кислотой. Все, что только вот убивает живое, самое страшное, что исчезает человек мгновенно, они все испробовали относительно этой клетки. Она оставалась живой. значит, у нас какой-то есть еще вот секрет в человеке живом. У нас в копчике есть вечно живущая клетка. Вот почему йоги, даосы занимаются вот это, кундалини все поднимают, да, кундалини, которые находятся там, внизу, в копчике. Мы занимались, я даосским практиком и занималась, мы там вечно гоняли орбиту, вдыхали в третий глаз, через шишковидную железу, по позвоночнику вдох, дальше в копчик, потом из копчика вверх поднимали в небо, из неба опять в шишковидную железу и шишковидной железы в третий глаз. То есть, ты сидишь спокойно и дышишь, вдох, до копчика выдох из копчика. То есть, вот эта орбита, она способствует оживлению вот этого вечно живущей вот этой клетки. И если эта клетка оживает, то наступает вот эта трансформация период клетки из углеродистой в кристаллическую, а дальше если практиковать в кремниевую, а дальше и в свет. То есть, результат всех практик люди стремятся опять не оставлять тела, не оставлять, а уходить как духовные существа, выполнив здесь миссию в свет, как это сделали наши учителя, там Эль Моря, Иисус, там Будда, там там сделал Сен-Жермен, там и много других людей. Вот они уходили, не оставив здесь тело. Ну так вот, в принципе, мы абсолютно так же устроены. То есть, мы можем тоже, но мы нужны земле были, земле, чтобы она вышла на новый уровень духовного развития. Микросферы способствуют людям, обычным людям, которые бедные, заняты тем, как зарабатывать деньги, так же, как и я, как жить достоин, как вырастить детей, как выучить их, как быть не в обузу своим детям и внукам, чтобы они не ухаживали за умирающим телом. И мы мечтаем об этом, потому что априори мы духовные существа и мы понимаем, что мы можем быть такими. И в результате мои руки попадают в микросферы и никто, кто занимается этим, даже врачи, есть Лена Шураева, которая занимается, которая мама, которая умирала от рака, она ей не давала в микросферы, как врач. Я же умирала от рака желудка в это же время. Я пользовалась максимально, окунувшись в эти микросферы. Что сейчас делаю с раковыми больными с четвертой стадии? Все абсолютно справляются с раком. Вот что происходит. То есть врачи об этом не знают, об этом не знает никто, знает мое тело, которое справилось с этим. И только лишь потому, что я поставила цель жить долго. И мои ангелы мне подарили эту миссию с микросферами, несмотря на то, что у меня куча моих любимых образований. Я могу заниматься арт-терапией, я могу учить рисовать, я могу учить танцевать, я могу очень, я вяжу, шью, строю дома, я все умею, я могу этим заниматься. Меня отодвинули все и сказали, это самое нужное человечество только есть на сегодня. И цель моя, помните, омоложение. Я хочу жить долго, молодо, с чем я еще не справилась, это с едой. Ну, люблю поесть, вы понимаете, но ничего сделать не могу, ну, телец я, телец, люблю удовольствие земные. И вот, как бы, но еда становится другой, я все примитивнее и примитивнее ем. То есть, меньше и проще, без особой готовки, просто сырые фрукты, овощи, и, например, наблю воды ситечко, ситечко положу брокколи, там, положу сладкий перец, еще что-то, там, всякими травками, приправками и на пару. Потом ем. Вкусно, быстро, без всяких мучений, тебе, пожалуйста. Вот, начинаю постепенно, думаю, что дойду до этого. Конечно, мечта моя, я сейчас ее поцелаю во Вселенную, как идею, я хочу стать светом и уйти в свет, не оставив трупа, здесь на земле, не засорять землю. Я хочу это и запускаю эту мыслеформу и жизнь считываю, что она делает, медленно, наберитесь терпения, медленно, через страшное обострение, как у меня, боли, даже болезни четырьмя видами ковида, страшными болями во всем теле, особенно последний омикрон, я вам не могу рассказать, это был ад, но во время этого ковида, вот этой последней формы, я была завернута в микросферах, с этими дикими болями, у меня происходила трансформация костей, то есть это очень неинтересный фактор, и дальше я еще буду смотреть, что происходит, потому что я ж ем еще и все удовольствия жизни, как говорится, мне свойственны, а та женщина, она писала, что она перестала и есть, и пить, причем естественно, просто день за днем постепенно то-то-то-то отпадало, и так, сейчас нам поможет вселенная, потому что сейчас идет процесс превращения нашей клетки, вы, наверное, слушали эти лекции, в кристаллическую структуру, нам говорят об этом наши учителя, они говорят, к сожалению, мы ничего сделать не можем, Земля вибрирует уже альфа-вибрации не до 14 Гц, а уже гораздо выше, и вы просто подчиняетесь процессу космоса и Земли, и если ваша клетка не превратится в кристаллическую, вы просто уйдете, останетесь в третьем измерении физическом теле, вы умрете, вы не будете вместе с Землей в новом веке. Микросферы самый главный помощник в этом. «Если вы мне поверите, научных исследований нет, хотя, может быть, они есть, но они за семью печатями, мне не запрещают, мне дают об этом говорить, хотя вначале запрещали, когда я только начинала этим пользоваться, меня пугали, и даже на одно производство пришли с автоматами и так далее, и это производство временно закрылось. То есть были такие попытки, но сейчас я прошла через какие-то испытания очень сильные, по-видимому, и у меня, наверное, очень сильная на духовном уровне защита. И они говорят, ну-ну-ну, ей дать говорить, потому что и тёмные говорят правду, они предупреждают, и светлые должны говорить, а выбор человека на месте, что он выберет, то или это. Вот поэтому я очень надеюсь, что меня слышат люди, те, которые выбрали определённую сторону, и этот продукт для вас. Вас ждут чудеса. Сначала обострение, потом остановка старения, а потом омоложение. Оно начнётся внутри, как у моей мамы, которая пользовалась менее года, но была очень духовной, очень светлый человек. И когда её вскрыли, она уже через 10 месяцев была 50 лет по состоянию. Они говорят, мы дали бы меньше, но внешне она выглядела пожилой. они говорят, что они не видели человека при вскрытии с таким сердцем и сосудами. Врач сказал патологоанатам, 300-400 лет бы она жила. Это я вам говорю, что он мне сказал, потому что он был потрясён. Моя мама инвалид по гипертонии, сахарному диабету, рак у неё был и кости все больные. Через 10 месяцев светлый человек, очень честный, очень чистый, медик, который никогда не взяла со своего клиента, никогда в жизни терпеть этого не могла. Она бегала, помогала даром людям. Так вот, через 10 месяцев она внутри была уже молодая. Но, а дальше уже и на внешность бы это пошло, но, к сожалению, эксперимент прервался, её убили. Её убили на дороге машина, пьяный водитель. Так тёмные расправляются с такими людьми. Ей прекратили живой эксперимент, но она, убиенные люди, попадают сразу в самые высокие слои, где, я думаю, моя мама сейчас и находится. А дальше я продолжаю её дело и буду рассказывать об этом. Итак, надеюсь, вы теперь поняли, в чём секрет омоложение организма с помощью микросфер. При этом я не употребляю ни биодобавки, ничего не колю, ни лицо, нигде. Я просто стараюсь перейти на другое питание, стараюсь. Очень неправильный образ жизни, потому что я очень много работаю. Перепах, просто перепах. Я сейчас исправлюсь, я думаю, что я научусь отдыхать, я думаю, что это необходимо для омоложения. И я думаю, климат меняется. У нас климат в средней полосе становится такой, как у нас на юге. Так вот, сама природа нам помогает климатом, среду близких людей, гармонию мы выстроим, потому что мы начнём светиться, и плохие наши мужья, жёны, родственники, соседи, они просто уйдут от нас. И нам встретятся такие же светящиеся существа. Вы знаете, показывали фильм о бабочках в красном излучении. Бабочка перед спариваем, она, в общем, светится в определённом рисунке, каждый вид бабочки в определённом рисунке. И каждая бабочка, у неё индивидуальное свечение. Она прячет хвостик и не даёт подлететь самцу до тех пор, пока не подлетит самец абсолютно с тем же свечением, какой у этой бабочки. И когда подлетает, а они живут всего там две недели или три, а потом умирают, и она всё равно хвостик не поднимает. И она поднимает хвостик только тому самцу, который светится так же, как она, и продолжает род. так вот мы, бабочка это образ трансформации человека из вот этой гусеницы страшной куколки в бабочку. Так вот мы, женщины, не должны хвостик поднимать кому попало. Микросферы выгонят из нашего поля не наших самцов. Вот. И тогда человечество всё будет великолепным и таким же прекрасным, как бабочки. Ну вот всё, что я хотела рассказать. Да, тема действительно многогранна. Мы сегодня только прикоснулись к ней и хочу проанонсировать, что 20 и 27 марта мы будем со Светланой выкладывать аудио. И в этих аудио вы услышите практические примеры омоложения. Вот именно как использовать микросферы, как использовать наши уникальные соки, которые являются едой. Один из них это сок уникальный сок дикого алоэ феррукс, который способствует даже выработке коллагена в нашем теле. То есть мы принимаем, поглощаем, едим живую пищу и она выстраивает наши клеточки изнутри. Вот такой должна быть пища. И именно пища будущего, что тяжёлая пища уйдёт, будет лёгкая и мы будем быстро восстанавливаться. У нас даже выделения не будет. Мы не будем писать и ходить по-большому. Да, нас в нём будет усваиваться. В финале существа света. Но что самое прекрасное, что эти инструменты нам доступны, только главное быть открытым, убрать критику и приготовиться конечно на изменения, потому что будут обострения, будут обильные потоотделения. Да, очень важно. И очень важно это терпеть. Особенно потоотделения. Просто потейте. Вот мне сейчас позвонила девушка, она говорит, Светлана, когда ты рассказывала о том, что потел парень, помните, я Вячеславе рассказывала, что на 11 недель потел, а на 12 ты был совершенно сухой. Она говорит, я не верила в это. А у нее все гораздо быстрее произошло. Она спала, говорит, потела так, что я за ночь меняла, и утром вставала опять абсолютно мокрая. Она говорит, Света, ты не поверишь. Я говорю, а что? Ну, я жду, что она сейчас будет это продолжать говорить. Она говорит, Света, я сегодня проснулась абсолютно сухая. И у нее это длилось всего лишь три месяца. То есть, если у Вячеслава это было, хотя подождите, 12 недель это и есть три месяца, да? Да. Вот. Да. Так вот, есть, видно, определенный срок. То есть, как мышь, мокрая, ужасно, тяжело терпеть, невыносимо, но это страшно важно, потому что тяжелые металлы выходят только через пот. А все заболевания, типа Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза и так далее, это все отравления тяжелыми металлами. И у нас сегодня еще прекрасная дата, юбилейная встреча, десятая. У нас сегодня первый юбилей совместный. И подводится я завершаю цитаты из нашей уникальной книги «Сокровище божественной мудрости». Не стремитесь решить все сразу одним ударом. К лучшему результату приводят не большие, но постоянные усилия, которые вы прикладываете в верном направлении. Благодаря нашей чудесной экспертке Светлане Криско мы идем в верном направлении и мы очень тебе благодарны за эти уникальные знания, потому что они безграничны. Я так думаю, что чем больше ты углубляешься, тем больше узнаешь, да? Да. Именно так. Именно так. Процесс познания через вот собственное тело при взаимодействии с микросферами он просто уникален. И вы тоже переживете это. В общем, постепенное открытие как бы к знаниям. Мир становится удивительно гармоничным. Удивительно. Благодарим за чудесную встречу. Благодарим тебя, Светлана, за уникальные знания, за твою практику, потому что я вначале не успела сказать для новичков, что у Светланы уже около 15 лет практика и глубинные познания именно в сфере применения микросфер. 15, да, с лишним лет, да. Так что нам очень повезло, что мы можем этим знаниям обучаться. И каждый семинар, каждый у нас вебинар, я это называю наши такие встречи. Это уже встречи друзей, которые единомышленников. Пожалуйста, приглашайте своих друзей, чтобы нас было больше, чтобы мы этот свет могли излучать пошире, чтобы наступил мир в нашем мире, в наших сердцах, в наших душах. Да, и мы стремимся к телам света, конечно. Да, у меня такая мечта, я теперь в нее верю. Благодарим, благодарим тебя, Светлана, благодарю всех присутствующих и до новых встреч. Чудесного вечера. Симон Харошу.